сегодня гость студии программы днями актер могилевского драматического театра лауреат национальной театральной премии республики беларусь иван трус иван здравствуйте здравствуйте некоторые говорят что спектакль женщина моря это о свободе выбора по-вашему о чем спектакль о чем вы играете ну как бы более полугода мы работали над этим спектаклем и все это время режиссер спектакля саулюс варнас нам говорил о том то что каждый может и должен и имеет на имеет право на то чтобы иметь счастье поэтому наверное я здесь с ними и солидарен и по-другому быть не может потому как я доверяю как артист может доверять режиссеру а когда получается любовный треугольник это интересно как же счастье может каждый из троих то получить ну так и получает когда есть любовный треугольник значит каждый из этих троих и чего-то хочет и каждый старается это желание воплотить в какую-то материю а любовь для вас что прежде всего любовь для меня это наверное понимание понимание и какой-то комфорт когда ты не боишься ничего не сказать что-то не не подумать не открыть дверь раньше чем нужно то есть ну как бы все когда нет боязни и когда есть доверие вот наверное любовь в интервью нашему корреспонденту вы сказали что в театр нужно ходить чтобы дышать по аналогии с баней где открываются поры действительно ли это так я не знаю я это я так думаю это я так считаю это мое субъективное мнение но поры поры души поры какого-то сердца какое-то сознание какое-то наверное должно и вот это вот этот подключается все и даже на физическом уровне кровь начинает быстрее известно что вы переехали из минска в могилев обычно все переезжают обратно как у вас так получилось я не знаю наверное с одной стороны это от безысходности с другой стороны это вот как раз таки с приобретением какой-то свободы я сделал этот выбор и и не прогадал тем более если мы говорим в могилёве о могилеве и о могилевском театре учитывая то что это самый старый театр в республике беларусь это самый красивый театр в республике беларусь и уже то что могилевский театр строился как театр и для того чтобы быть театром а там много одном говорит — Жизнь коротка, искусство вечно говорили древние римляне. Как вам кажется, спектакли, в которых вы играете, в какую вечность они улетают? — К сожалению, недалеко. К великому сожалению. Потому что сейчас мы живем в таком моменте, когда все очень быстро двигается, очень быстро меняется, и очень быстро все становится ненужным. Сейчас нет такого, что если чистить картошку, то нужно чистить ее тонко. Сейчас все очень доступно. Если мне не понравилось, как я почистил эту картошку, я пошел, взял другую. Потом когда-то, если останется, мы об этом не думаем, к сожалению, сейчас, но если где-то это останется, и потом где-то кто-то как-то откопает, скажут, вот может быть. Так же, как мы сейчас находим что-то оттуда и говорим, вот это вилка, которую ел когда-то кто-то. — Вы со сцены смотрите на зрителей? Вы их видите? — Был очень интересный момент. Привели девочек, в первый ряд посадили. И они, может быть, даже немножко не понимали, куда пришли. Их привели, они опоздали, вошли очень спокойно в первый ряд в куртках, сели, и спектакль уже шел. И они посидели буквально две минуты и вспомнили о том, что нужно открыть чипсы. И с удовольствием это открыли, сели и начали смотреть спектакль. Я ждал даже, чтобы они встали и попросили, чтобы мы сначала начали. А в основном это хорошие люди. Я не верю в то, что говорят о том, что Могилевский зритель — это заводской зритель, ему нужны комедии, он должен прийти, отбросить всю лишнюю сторону, просто посидеть. У нас сейчас в каждом телевизоре по 142, по 146 каналов. И из этих 146 каналов 24 можно смотреть. Все остальное, оно одинаковое. И на любой вкус все. Поэтому я в это не верю. Я уверен в том, что зритель и Могилевский, и любого другого города — он хорош. И он будет смотреть то, что ему будут показывать. Потому что он этого хочет и ему нужно. — Спасибо вам большое за интервью. — Спасибо.